Итак, ребята, ну давайте доберемся, зачем мы начинали это видео. То есть я вам рассказал, что будет курс, код будет потом. Сначала хотелось бы общее понимание. И сейчас давайте прочитаем все вопросы. Вот, сейчас нам надо разобрать. Давайте начнем сначала. Применяем логику языка питомка всему Жанго, а оно должно применяться только к частям. 1. Не понимаем структуру Жанго, нет полной картины взаимодействия. 2. Не понимаем, что от чего зависит, не понимаем структуру внутри основных частей. Вот это мы разобрали. То есть получается 4 вопроса. Коротенько на часок. Итак, ребята, вот смотрите. Сейчас, первое, без паники. Напомню, что в школе много материала. Новички, вот то, что говорил, и проходят. Доходят до Жанго 2, делают сервер. Сначала сформулируем цель этого курса. Вот она, которая сейчас пишется, да? Так, стоп. В общем-то придется проговорить. Давайте я проговорю. Цель курса, учитывая предыдущее видео, где я говорил, что будет в три этапа, и то, что основные части должны делаться быстро, мы должны выйти на профессиональное использование Жанго. Для чего? Для того, чтобы писать, слушаем, сайты любой сложности, включая форумы, социальные сети и все, что угодно. Для того, чтобы делать серверную часть. Например, в Инстаграм сделана серверная часть на Жанго. На Инстаграме весь мир, да? Для того, чтобы писать чисто серверную часть. Например, серверная часть на Жанго. Мобильная на Котлин, да? Само предложение. Для того, чтобы использовать все возможности других языков. Например, встраивать JavaScript в джанго и другие. Встраивать AJAX, AJAX, да? Мы как раз возьмем эту структуру. Я здесь открыл раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь файлов. Может быть, не все. Но все остальное будет обслуживать. Итак, поехали. Я думаю, что к этому вопросу мы подойдем немножко по-другому. А сначала надо понять полную картину джанго. На четыре вопроса я буду отвечать в процессе. Я просто заготовил все слайды. Значит, смотрите. Вот Эдуард правильно написал. Так думают новички. Вот он пишет, что я пишу довольно сложные вещи, абсолютно верно, на ООП, да? А в джанго не понимаю. Почему? Потому что, как и все мы когда-то, кто понимает джанго уже хорошо, пытаемся строить джанго, фреймворк, в понимание языка. Этого нельзя делать. Вторая рекомендация. Выбросьте вообще вот эти все сейчас запутывания. Я тоже когда-то в начале пытался это объяснить. МВС с шаблом представления, там контролер. Если хотите, то джанго контролером является саму джанго. И оно давно это переросло. Джанго родилось с высоконагруженного сайта, из опыта. Теперь, смотрите. У джанго вообще нет ничего, чтобы друг от друга зависело. Даже модели. Ведь мы можем делать представления без моделей? Можем. Можем поменять Mesa SQL на Postgres или там на SQLite? Да, можем. То есть у джанго каждая часть работает отдельно. Теперь. Где же все-таки мы можем применять логику чистого Python? Только в представлениях. И здесь нам нужен именно Python. То есть, как мы видим, чистая логика программирования на Python. Но чем мы оперируем? Вот это важный вопрос. Вот Эдуард правильно задал. Мы оперируем. Сейчас я кое-что скажу. Ой, скажу. Сейчас кофе пойду попью, дальше продолжу. Обдумаю. Вот смотрите. Взял немножко другое, попроще, да? Чтобы было понятно. У нас есть модель. Мы сейчас, это в школе будете рассматривать, что поля, все это есть. У нас есть модель. Так вот, в представлении, в первую очередь мы берем конкретный случай. Мы оперируем моделями. Сам синтаксис мы используем Python. Это обычная функция Python. То есть, Dev, да? Далее, название, Request. А далее, мы оперируем моделью. То есть, если мы сейчас пройдем, вот возьмем, откроем первый сайт, все сдвинем. То в центр вводим представление. То мы в представлении пишем на Python, но оперируем данными модели. В каком смысле? А что нам надо излечь? Вот это между собой получается связанным. Представление и модель связаны. То есть, мы оперируем. В данном случае, давайте почитаем, да? То есть, мы создали переменную. Вот это наша модель. Вот она, артикль, да? Который имеет определенные поля. Информация в этих полях и будет записываться в базу данных. В модели мы просто пишем. В данном случае, излечь все объекты. И здесь, для примера, я говорю, плохо. Да, абсолютно верно. Загрузите всю память. Поэтому мы используем другой метод. OrderBy. То есть, грубо говоря, что здесь написано? Мы оперируем. Берем базу данных. То есть, берем нашу модель. Далее, говорим модели объект. Это будете изучать, знаете, это менеджер. А дальше есть метод. Вот именно про эти методы я и говорю про API. Да? То есть, то, что имеется под пониманием, чтобы полностью понять, в конце концов, джанга. Это и называется работа с API. OrderBy. Открываем. При этом, я, так как работаю в документации постоянно, но OrderBy как-то он у меня на слуху, где-то в начале должен был, по-моему, быть. Вот он. Вот это и есть работа с API, где мы могли бы проверить, а как это сработает. Здесь то же самое написано. Да? Нет. Вот он. То же самое. Сама модель, она в начале документации. Дальше объект менеджер. Дальше сам метод. И дальше стоит вопрос. В принципе, мы можем вопрос записать. По сути дела, я-то понимаю, пока новичок не понимает. Для него это. А на самом деле, если бы он проделал это API, то он бы понял. На самом деле, то сложно, то ничего нету. Почему? Да потому что мы, на самом деле, оперируем полями модели. Грубо говоря, ну что, ребята, сложно? Да нет. Объяснить надо уметь. А я умею. Полями модели. И теперь, даже после этих слов, смотрите, как преобразились ваши знания. Ну, что здесь сложного? Dev. Это у нас так вводится функция. Дальше. Название функции. Дальше. Первый аргумент. Request. Хоть можно называть Вася, но принято запрос. Слово не имеет значения. Так спроектирован Жанг. Дальше. Переменная. Да? Берем нашу модель. Применяем метод orderBy. Указываем поле data. То есть, выбираем с поля data time fill. То есть, поле даты. Грубо говоря. Дальше. Сортировку указываем. Это тоже чистый Python. То есть, вспоминайте или почитайте выборку. Выборка. Да? Извлечение по срезам. То есть, извлечь последние записи. Да? В обратном порядке. Знак минус. Это просто надо было один раз проделать один знак. Что я сложного, что сказал? Что? Это высшая математика? Или что? Это неизвестно что? Что я сказал, что вы могли не понять? Ничего, ребята. Просто надо разобраться один раз. Далее. Ведь хорошо. Есть модель. Давайте посмотрим на картинку. Вот мы модель. Но подождите. Нам же надо указать, например, вот наш сайт. Вот сайт. Да? Пусть это будет там. Или сайт школы покажу. Который я делаю. Да? Который можно наблюдать. Пока только это. Нам же надо вот эту страницу вывести. Ну, значит, дальше все логично. Все очень просто. Значит, с чем будет связано представление? Ребят, шаблоны. Пошел ты в жопу совершенно секретно. Значит, смотрим. Представление у нас, получается, связано с шаблонами. Это логика. Это логика Жанга. И эта логика очень простая. То есть, в представлении мы описываем, что делать с моделью и куда это все дело вывести. Давайте посмотрим, так ли это. Абсолютно верно. Просто мы берем определенный метод, который есть, заложен в Жанга. Хотя можно было бы сделать тысячу способов. Вот эти тысячи способов мы будем изучать на втором этапе. Делать можно так, так, так быстро. Ни одной задумки. И вот как Дмитрий Нах, бам-бим. Взяли, вывели готовый метод. То есть, который загружает шаблоны. По сути дела, вот он метод. Что сделать? Излечь. Дальше показать, где находится шаблон. Вот он, шаблон. Ну, ребят, очень сложно. Да нет, не сложно. Что? Что выводить? Что вывести? Ведь, подождите, ну есть у нас шаблон. Смотрите. Есть шаблон. Но нам надо же как-то сообщить шаблону, что вывести. Конечно. Подождите, ну где прописать? Ну, нигде. В представлении мы как раз и прописываем. Прописываем. А здесь все очень просто. И новички сейчас берут ручку и шустро записывают. Блячь! 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 Словари отлетать должны! Не так. Эй, это словарь! Ни хрена, ребята. Записываем. После этого урока пошли заубрить словари. Бегом! Бегом! И не так, что знаю-не знаю. Вы должны знать, что такое словарь. Какие методы извлечения. Делайте до посинения. Пока не посинеете. Пока, блядь, не будете ложиться спать. И оно снится не будет до дурноты. Когда вам будет жена говорить, слышь, купи. А у вас словарь в голове. Делайте до посинения списки, словари, типы данных. Делать до посинения. Отлетать должны от вас. Сейчас, а не потом. Вот это Эдуарду. Кстати. Не надо знать питон. Вот из этого незнания питона и начинается всякая хрень. Поэтому, надеюсь, я вас переубедил. Извините. Поняли? Поняли. Ну, вот видите. Ребят, дальше думаем, да? Дальше просто думаем. Подумали, да? Нам же надо что вывести, да? Что? Словарь отвечает. Мы, грубо говоря, создали переменную, где просто вбили словарь. Вот эта переменная. И вот ее значение. Все. Теперь мы в представлении указали, что нам вывести. Открываем. Вот здесь мы указали, да? А шаблон же должен как-то узнать. Отлично. Открываем шаблон. Вот этот артикль-лист. Вот этот артикль-лист. Дальше. А шаблон же, ребят, ну давайте посмотрим. Логически. Давайте подумаем. Что выводит шаблон? Шаблон выводит таблицу. Таблицу. То есть то, что у нас сохранено в базе данных. Значит, получается у нас то шаблон тоже связан с моделями. Вот. Смотрите, круговая порука. Круговая порука. Может, как копоть я беру чью-то руку. Поняли, да? Смотрите, круговая. То есть ничего отдельно не было. Надо просто один раз было понять. Я что, что-то сложное сказал? Я что, сказал сложнее вещи, которые вы в институте изучали? Да уверен, вы занимаетесь хобби и знаете такие сложные вещи, что мне и не снилось. И теперь мне будете рассказывать, что джанга это сложно? Может, надо было все-таки объяснить попроще? И показать? Один раз надо это увидеть. Все. Что сложного? Правильно. Потому что вы смотрите на ютюбе. Вот Эдуард пишет. Начал поменьше читать книги, а поменьше смотреть роликов. Потому что когда на ютюбе там автор, я не буду их ругать. Пишут, рассказывают. Вот делаем то-то, то-то, то-то. А зачем? Ну, я часто вижу, что автор сам не понимает, зачем он это делает. Да? То есть, ну это неплохо. Но я хочу от школы, чтобы ребята, как Дмитрий Нах, ничего, ни одной строчки кода не было непонятной. Я еще раз спрашиваю. Вот сидишь перед монитором, пьешь кофе, еще раз спрашиваю у тебя. Уважаемые ребята, девчата. Ну что здесь сложного? Да ничего. Итак, повторяем. Все банально просто. Вы определите, с чего вам думать. Я говорю, самое простое, да, думать, начать с модели. Почему? Потому что, по сути дела, когда мы делаем приложение, что мы планируем? Ну, давайте откроем вот реальный сайт. Мы думаем там, да себе там. Вот, сделаем кабинет. Потом, ну, давайте вот. Тут, 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 вот тут еще откроем. Вот это, например, да? Мы размышляем как. Ага. Ну, это старый сайт, все некрасиво. Ну, лучше. Мы думаем, так, нам надо заголовок, нам надо дальше текстовые поля, грубо говоря, которые будут там выглядеть в следующем образом. Там, создание курса поэтапно, да, допустим, там. То есть, все это мы планируем. Но я к чему хочу сказать? Все это мы планируем, да, определенные, да, поля там. Мы думаем, что надо там создать рубрику, создать там заголовок, создать поле для редактора. То есть, в любом случае, смотрите, очень удобно думать с моделем. Мы сначала планируем модель. При этом в Жанго модели удаляются, прибавляются, да, смотрите. То есть, да, вот подумали. Скажите, я что-то сложное сказал? Нет. Правда, ребята? Согласите, что вы это осилите? Ха, не сомневаюсь. Не сомневаюсь, ребят. Да будете писать. Смешно. Повторим. Еще раз. Итак, все начинается, допустим, с модели. Модели, где там попроще модель, это посложнее. Модели мы определяем поля. Теперь, что касается, я говорил, понимания, да, не понимаем структуры внутри основных частей модель представления, да. То есть, это я имею в виду, что не понимаем структуры внутри модели, внутри URL, внутри шаблона. То есть, по сути дела, одно понимание, да, первое понимание, мы берем из того, при работе с Жанго, что с чем связано. Но ведь та же модель имеет определенное количество операций, при этом... Ох, сейчас вот щипну Эдуарда. Чтобы операции, связанные с возможностями питон... Молодец он, он молодчина. А то... Ну, отвлекусь немножко. Было в какой-то школе, но пришел в школу сначала Бусановский год назад, нашел, тут некрасивый сайт, там пообещали работу. На третьем уроке, там, некое бинарное дерево дали новичку. Ну, понимаете, ну как можно новичку давать бинарное дерево, если ему надо еще объяснять, что такое эти типы данных, как с ними работать, то есть кучу работы провести, да. И, мол, не может, не верю. Через месяц у меня начал писать... Вот он сам писал это, начал, вы прочитаете, начал писать уже сложные классы, мета-классы, и написал мне, начал читать книги. Правильно, потому что обучение построено от простого к сложному. И извините меня, ни одни курсы не заменят школу, потому что много ребят оценили. Вот даже человек вот недавно начал заниматься, да, допустим. Сейчас продолжим, не переживайте, я не забуду уже, что я хотел сказать. Вот, допустим, парень вот писал, да. А, вот, Андрей Попов. Да, вот были переезды, говорит, слава Богу, что пожиненный доступ, то есть классно. Да, вот и написал. Где-то. Это важно, ребят, на самом деле. Я просто понимал, что если я хочу выращивать людей, которые будут становиться программистами. Ну, вот я им рассказал там вещи. Не знал тоже, зачем Котлин изучать. Ну, в общем, он написал, что классно, что можно приступить любое время. Это и есть, это я понимал, ребята. Я, если честно сказать, для себя выбирал место между полезностью и жадностью. С одной стороны, доступ погодично, да, оно вроде как денег больше. С другой стороны, моя цель все-таки привести к школу, к написанию проектов. Поэтому надо выращивать терпеливо вот так, день за днем, шаг за шагом. Ну, а там я для себя решил так. Ну, отвлекся, извините, пожалуйста. Решил так. Кто-то придет в школу, тут нет напряга. Кто-то придет в школу, там для себя что-то возьмет. Ну, для интереса, вот программирую нравится, кто-то устроится на работу. Моя задача научить писать, кто-то со мной останется. Все по-разному. Здесь так, хочешь пришел, хочешь ушел, это ваше дело. Ну, кто-то занимает серьезность, как там, на Сачи, Иннак, то есть, кто-то уже там работает. Ну, по-разному. Ладно. Так, ребят, теперь я вас попрошу размышлять вместе со мной. Да, а потом задание записываем, новички. Записываем. Записываем. Вот то, что я вам рассказываю, сесть и себе рассказать. И написать подробно, да, то, что я описаю этот процесс. Как вы его поняли? А потом, чтобы, когда мы будем работать с кодом, просто это дело было уточнением. Итак, размышляем. Вот возьмем модель. Мы с вами, по сути дела, в представлении извлекали данные. Так, о шаблон я говорил. Да, давайте доскажу это, а потом, грубо говоря, мы с вами остановились, да, указали словарь. И далее, опять, смотрите, функция у нас в стиле Python. Но используем мы готовые конструкции. Готовые конструкции плюс заготовленные функции и классы, написанные разработчиками Django. Как это выглядит на практике? Смотрите. Return. Вернуть. То есть, это же ключевое слово Python, которое говорит то, что вернуть. Да? Дальше смотрим. Render. Показать. Это тоже ключевое слово Python. К Django это не имеет никакого отношения. Сам словарь. Это операция Python. Создание типа данных словарь. Но, в данном случае, мы используем конструкцию httpResponse, то есть, отобразить, вернуть сразу, да. Работаем с шаблоном. И в шаблоне вывести, что? Контекст. То есть, вот контекст переменной, который выведет наш словарь. И отправить запрос, да. То есть, получить все эти данные. И вот, когда мы будем делать наработки, мы будем по-разному. Потому что тут много методов, да. Где-то одно надо, где-то второе. И так далее, и так далее, и так далее. Поняли, да? То есть, по сути дела, по сути дела, представление, представление, как мы видим, связано с шаблоном, которое говорит, при помощи какого типа данных вывести, куда мы раньше указывали, да, и как сейчас, да. То есть, при помощи словаря. А уже, открывая сам шаблон, сам шаблон, давайте посмотрим. Мы видим. И здесь у нас перепутывается. Вот то, что я говорил, внутри конструкции, сейчас я вот по-другому сформулирую эту мысль. Пока просто держите в памяти. Держите в памяти то, что я говорил, да. Вот этот пункт. Не понимаем, что происходит внутри основных частей. В данном случае, в шаблоне происходит то, что, если мы откроем документацию Джанга, и возьмем в данном случае шаблоны, то у нас добавляются понятия, которые мы должны для себя понимать внутри данной категории. То есть, модели чуть позже рассмотрим. В данном случае внутри шаблона. Это не конструкция for. Это наподобие конструкции for, просто так удобно. На самом деле, здесь написано следующее. Вот наш артиклюлист, наши переменные. Наш артиклюлист, да. Наше значение. Что мы делаем? Здесь мы видим конструкцию. Вот эти конструкции, как раз таки, и мы изучаем, то есть, что касается внутри шаблона, например, да. То есть, мы изучаем теги, переменные, и то есть, и все это дело изучаем. Вот так указываются переменные, вот так даты, да. То есть, есть целый раздел, как это все используется, и при помощи чего это используется, да. То есть, по сути дела, их много. На все случаи жизни обрезать текст, да, текст, их много. Но это, и эта же конструкция входит в эти вещи, да. Давайте я посмотрю, что там. Эта же конструкция входит в эти вещи, да. На самом деле, конструкция очень простая, ее надо один раз запомнить. По сути дела, вот смотрите, у нас не одна, а 10 статей. Но ведь мы не можем взять и излезть 10 статей одним разом. Нам надо их, что делать? Перечислить. Это называется, вот тут опять, понимание Python. В Python есть такое понятие, как итерация, грубо говоря, перечисление. Так вот, есть база данных, в которой находятся 40 статей. Нам надо их оттуда излечь, да, чтобы они были на странице, да. Но, ведь это надо каким-то образом сделать. Вот и придумали такую конструкцию for in article list. То есть, грубо говоря, что будет происходить? Будет происходить следующее. Будет то, что каждая статья излеченная, будет временно сохраняться в переменной i. Здесь я могу написать вместо i Вася. Вот так я долбануло мне в голову, я написал i. Хотя, лучше что-то осмысленное писать. Да. Я просто для себя знаю, что в переменной i будет сохраняться все эти 40 статей. Что дальше мне оказать? А дальше вот как раз таки у нас получается та картина, та картина, когда шаблон связан с моделью. То есть, грубо говоря, в данном случае, используя временную переменную i, мы просто указываем поле модели. Title. Вот оно. И в данном случае Джанго четко понимает, что я излечу, если нет ограничений, все 40 статей, которые записаны в таблице Title. Ребят, я что-то сложное сказал. Это что-то с разразой высшей математики. Нет. Согласитесь, это надо понять один раз. Один раз, не больше. Так. Где наш шаблон? Дальше просто текст закрываешь, все. Ну что? Сложно? Не сложно. Значит, давайте вернемся теперь. Смысл вы уже улавливаете. По сути дела, опять начнем немножко сначала. Сейчас. Сначала я поругаюсь немного. Потому что, когда вы открываете книгу, да, вот, ляч, прицепились к этому дата тайм, и все повторяют. А я помню, сижу и думаю, да мне то что, блядь, от этого дата тайм? Я ни хрена не понимаю. И вот так вы сидите, ребят, согласитесь, когда открываете книгу, и поэтому думаешь, да как тут можно что понять? Да объяснять-то надо совсем по-другому, на самом деле. Поэтому вот этих всех книгах и начинают этот пример с дата тайм, который, в принципе, все и обосрал уже. и человек ни хрена не понимает, при чем здесь эта мода дата тайм, при чем здесь само джанго, и как оно что выводит. Да на самом деле то, просто кто-то первый показал, да, а все остальные пошли повторять. А чего там, кто там поймет, да насрать на это. Нет, в школе Бовсеновского подход иной. Все писать должны, значит, все будут писать. Так вот, ребят, смотрите. Сначала формулируем, берем, возвращаемся к нашим баранам, да. Первое. Надеюсь, все поняли. Сначала формулируем, применяем, когда человек пытается применить логику языка питон к джанго, у него ничего не получает. Он ожидает логики какой-то своей, да, на самом деле, если вы посмотрели, то в джанго действительно все очень логично и все довольно банально просто. Одно вытекает из другого. Просто надо видеть и понимать джанго один раз. Итак, формулируем философию. В джанго я рекомендую все-таки начинать от модели. Ну, когда модели нет, надо просто там вывести какой-то файл, там и думать то нечего. Взял, написал представление, вывел файл. Ну, типа вот так. Чтоб вы понимали, да, вот типа там пока сайт делаю, запретил индексирование этого нового сайта. Ну, типа вот так. Да, вот вывести робот TSC, взял готовую конструкцию template view, то есть, который просто уже знает. Моя задача, вот это мы дальше чуть рассмотрим, просто указать ранее заготовленный метод в Django, указать свой шаблон робот TSC, для чего я сделал себе приложение для разных фишек, которое назвал ядро, да, и просто тупо вот этот файл, да, ребята, проходим мимо, да, пока ребята роботы. То есть, тут и думать то нечего, да, по сути дела. хорошо. Так вот, формулируем. Вот этот принцип ко всему Django не применяется. Применяется принцип логики Пайтона, то есть, знание Пайтона обязательно, иначе будете як тады, да, а як тады. Кавычку потерял, я не поставил кавычку, вы знаете, конечно же, если вы придете устраиваться на работу и скажете кавычку не поставил, то, конечно, вас обязательно примут, да, только там напротив скажут, там он есть вместо грузчика, вот там идите и разбирайтесь. А вы должны, так как учитесь, знать, что есть кавычка, то это тип данных строка, и сразу это определить. Поэтому язык, изучение языка Пайтон и прохождение уяснения типов данных это первостепенная задача, новички уже написали, да, молодцы, вот видите, кричать не надо на вас. применяется логика только в отношении представления. Представления. Она пишется в стиле ООП, и здесь можно дописать еще кучу действий, допустим, там уже будет чистый пайтон, ну, например, там выводить только, если я говорю к примеру сейчас просто, да, выводить изображение только ПНГ, там, JPG, остальные не обрабатывают, то есть опять все идет, будет пайтон идти, да, а так, получается, мы пишем функцию питон, но в этом смысле четко понимаем, что в данном случае дописал функцию, мы работаем с моделью, с моделью мы работаем в том смысле, что нам конкретно надо указать, что, откуда излечь, на что в Джанго есть свои инструменты, их довольно много, и они довольно простые, только надо понять один раз, как это делается, да, в школе это тоже есть, Кересет методы, их вон целая куча, да, извлекайте как хотите, на голове, на руках, в общем, что хотите, как хотите, еще можно посложнее сделать, то есть, видите, все есть, этим и ценится Джанго, а кстати, вы знаете, чем отличается Джанго, ведь это по версии Яндекса, они используют Джанго уже с первых шагов, самозащищенное, ведь процентов 80 пишется, ведь не просто написать фреймворк, а защиты, а вызовы, а все это, все же это в Джанго учитывается, вот поэтому, когда больше 10 лет сообщество создает вот этот прекрасный фреймворк, наше дело разобраться и использовать, а у кого есть что сказать со временем, присоединиться, написать некое свое приложение, их более 4000, на все случаи жизни, но Джанго, новички, записываем, Джанго, самый простой способ, понять серверную часть, захочется вам потом сделать типа что-то инстаграма, но свое, так что, взял и написал серверную часть, прицепил через API, через REST к мобильному приложению, все, ваше приложение обменивается, а вы крутой программист, все, все в ваших руках, забыл, о чем закончил, ну ладно, а, все, то есть, мы в представлении описываем, что нам надо сделать, но работаем с моделью, при помощи заготовленных методов, ну, например, в данном случае использовать order by, да, вот как раз сейчас, 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 новичок останавливает видео, запыхавшись, бегом, идет и смотрит, а что это за метод аль, а что это за метод order by, потом набирает в интернет, на, если не знаем, через переводчик отличия метода аль от order by джанга, и читает, вот ваши первые правильные шаги по работе джанга, и так получается, я вас поздравляю, дорогой друг, вы уже заходите не как баран-бараном в эту документацию, а уже имеете здесь блат, вы четко понимаете, ага, выборка, пожалуйста, кересет вот здесь, и уже пыхтя, обсираясь и так далее, начинаем потихонечку с жупитера работать с API, да, в начале, а потом с комфортом уже все понимаем, пишем крутые функции, но этот вот период, извините меня, пыхтя обсираясь, надо пройти, без него никогда не будет ничего, ребята, слушайте Бусиновского, плохого не посоветую, вот сейчас Дима Нак, что я показывал в предыдущих видео, как работает с форумом, тяжело пошло, но пошло, не сдается, вопрошайте, делайте столько, пока не поймете, надо день, два, неделя, но вопрос должен быть закрыт, вам не надо выучивать все методы, вам надо понимать, что есть методы, прочитать их, чтоб в голове отложилось, так, выборка одного, двух, там, десяти, дат, ага, знаю, где посмотреть, все, бегом прибежал, посмотрел, уже используешь, услышали, молодцы, еще раз повторяем, чтобы мысль закончить, итак, в представлении, сначала идея, нельзя ко всему знаму применять структуру питон, да, то есть, знание питон применяется в представлении, но в представлении мы пишем функцию в стиле питон, это здесь просто все коротко написано, но ведь здесь может быть все много больше на числом питон написано, откуда, что сделать, как, ну, столкнетесь, но работаем, в данном случае мы с базой данных, указывая при помощи метода, вот это, плохой метод извлечет, все, забьет память, да, тут надо обязательно погенацию ставить, ну, представьте, здесь ума много не надо, представьте, у вас есть там 500 записей, она бац, и обращается, извлекает 500, а сайт думает, оп, если бы я умел говорить, я бы ему сейчас дал, правильно, правильно, почему, аль, значит, что делаем по генацию, да, тогда никто не будет напрягаться, но лучше использовать, если хотите контролировать, да, то order by, ну, по сути дела, просто надо знать, как что использовать, да, захотели сортировку, хотя бы и тут могли использовать, и количество записей, да, это то же самое можно здесь, просто я рекомендую использовать order by, он меньше памяти грузит, но здесь мы уже знаем, в основном используется, когда order by, когда мы знаем, ну, количество записей, здесь запоминаем, да, аль, значит, погена, ставим погенатор, ну, погенатор, не надо объяснять, что это такое, да, извлекать там по 5, по 6, по 7 записей, тогда никто не будет напрягаться, то есть представление, мы работаем с таблицей, указывая модель, есть инструмент у Жанга, инструмент называется объект, мы с вами еще доберемся, есть менеджеры, где мы такие инструменты, можно сами писать, которые будут говорить, что и как делать, в общем, грубо говоря, это программа, которая знает, как работать с базами данных, да, а наше дело, только примите метод, ребят, ну, что сложного, вот скажите, ну, что сложного я сказал, или непонятного, нет, все понятно, дальше, логически размышляем, вот с базой данных указали, значит, надо куда-то это вывести, и каким образом, в Жанга, при помощи словаря, то есть указать словарь, ну, дальше, сделать сам вывод, что сложного, ничего сложного, закончу это видео, в следующем будет продолжение,